всем привет привет рада вас снова видеть на своем канале сегодня мы посмотрим с вами расклад на тему откуда ваша неуверенность в себе не знаю для кого будет так то этот расклад актуален ладно вот еще думаю думала просто работать на этой колоде или нет будем работать на колоде таро сумасшедшего дома я благодарю вас всех за вашу активность на моем канале за лайки за комментарии за то что вы остаетесь верными преданными я знаю что многие сама со мной самого начала моего канала и растут растут вместе вместе со мной меняются каждый раз что-то открывает для себя по-новому это радует так приступаем позиция номер один голубенький камешек в чем я конечно же сомневаюсь что у нее и единички могут быть здесь чем-то не уверены но все же так я спрошу сначала в каких моментах вы чувствуете себя неуверенность потому что я не чувствую что вы неуверенный человек но возможно это какие-то единичные случаи да вот их мы наверное и разберем когда когда вы ощущаете себя неуверенным аркан солнца на этих тех ситуациях когда вы чувствуете себя маленьким ребенком это может быть как в прямом смысле да то есть я чувствую себя что со мной обращается как с маленьким ребенком это может быть вам некомфортно и с другой стороны когда вы ощущаете свою какую-то несостоятельность когда вы чувствуете что вы еще не на равных с кем-то когда вы не доросли здесь об этом идет речь неуверенность беда когда у вас появляются какие-то страхи с чем связаны эти страхи здесь такое ощущение знаете что вы просто ранимый человек в душе неважно насколько вы мудрые взрослые насколько вы сильны здесь просто появляется дьявол и пашкубков которые говорят о том что когда вы чувствуете неуверенно в себе когда выводят вас из вашего баланса когда выводят вас из вашего равновесия пока на умеренности и цепляет ваш дьявола начинает с вами играть как раз таки с вашими чувствами на когда вам каким-то образом вы проявляете свою незрелость это может быть какая-то вот тушь кубков да когда вас цепляют эмоционально а за что что это за крючок за триггер двойка кубков когда вам кажется что вас недостаточно любят либо когда вы внутри себя чувствуете недостаточно состоятельным в чем-то то есть когда вы сами знаете что вы еще до чего-то не доросли да то есть присутствует некая такая уязвимость да причем эта уязвимость она связана с тем что вы что-то в себе не видите либо вы что-то в себе не знаете и здесь появляется дьявол который вызывает вас бурю эмоций да то есть двойка кубков пашкубков туз кубков и аркан умеренности тоже имеет отношение в некоторой степени к воде здесь вот ваши страхи переживания да когда включаются переживания но по дьяволу они обманчивые они выдуманы а их они не имеют под собой какую-то основу ну-ка давайте я еще покупать только вот на этой колоди чем здесь причина чем здесь причина здесь в каких-то моментах да вы чувствуете причем причина причина вашей неуверенности в семье она идет из семьи до какие-то переживания переживания волнения либо за семью либо первично она ушла из семьи что это за переживание аркан шута видите вот он и говорит как раз таки про детскость что с это 6 что-то здесь детством есть тройка мечи я не совсем понимаю здесь как будто вы знаете здесь карты говорят о том что нужно завершать наоборот вот свои переживания да вот эту детскую позицию в каких-то моментах она у вас вызывает неуверенность но вы это сможете сделать только тогда когда отделите разделите свои чувства от от мыслей и когда вы поймете да что есть мысли и что есть чувство то есть и потом задавая вы как будто бы пересмотрите всю ситуацию здесь как будто бы вы что-то путаете что то что здесь в чем здесь какая-то путаница то есть здесь есть некое такое искажение но она тонкая и ванна у вас как будто бы сливается не знаю мысли сливаются с чувствами что-то такое что-то одно запускает другое но вот причина ваших ваших переживаниях до вашей чувствительности вашей ранимости вот здесь вот с эмоциями это связано но эмоции они не просто так у вас появляются да то есть что-то их начинает триггерить да вот какой-то обман обман не по отношению другим людям а этого вот ваша какое-то обманное восприятие по дьяволу что здесь что что вызывает пятерка пендакли кризис невозможность построить нового страха смотрите здесь причина в которой я в принципе неоднократно говорила по первой позиции да почему вы даже не идете в новой то есть в принципе вы с огромным потенциалом люди и могли бы достичь намного большего чем вы имеете сейчас в том числе и счастье изобилия но вы довольствуетесь малом и причина здесь заключается в огромном каком-то страхе перед построением чего-то нового да то есть вы боитесь вы не уверены в том что у вас это получится и это вот это вот неуверенность что что-то произойдет так как вы хотели бы в новом именно в новом да туда в будущем куда вам нужно двигаться она идет из и семьи и вот и из семьи это да это понятно то есть знаете здесь либо вот как будто бы вам это может быть сценарий того что когда вы что-то брали на себя до какую-то инициативу вам ее постоянно обрубали и здесь вот это страх идти в новое страх брать инициативу брать все в свои руки и двигаться он присутствует но в чем здесь вот причина в детстве с этим вы как будто вы знаете боитесь бороться отстаивать что-то свое и вот это вот новое будущее до которой вам дается если она дается легко хорошо вы в него пойдете а если нет есть там есть препятствия вы как будто бы боитесь отстаивать не то что вы боитесь проблем либо каких-то трудностей с ними вы справлю вас справляетесь но вы боитесь как-то заявить что это мое и вот это вот как раз ки кроется с в вашем детстве причем эта борьба она как будто связано это не внутренняя ваша борьба это внешняя то есть вы как будто бы боитесь столкнуться с чем-то либо с кем-то с кем нужно бороться и отстаивать до свою какую-то позицию свою точку зрения там я не знаю своих людей свои какие-то идеи и вот у вас перед этим возникает страх что вы не не сможете что у вас это не получится и вот это вот идет и нас из детства потому что здесь вы как будто бы все время выбираете некую такую стабильность вместо того что как это вот это пословица да про синицу в небе либо в руках вот здесь об этом если вы изначально можете желать большего в будущем и вам это дается если бы вы были как-то знаете решить сильны решительные решимы на то что пойти и взять это вот у вас вот этого нету вот это ваше вам нужно пойти и взять вы это не нету вот этого вот качество у вас да то есть я готова я пойду и возьму это мне принадлежит и вот когда вы говорите это мне принадлежит отстаиваете да это моё моё по праву у вас это не получается возможно Да, в детстве что-то такое было, там, я не знаю, не могли отстоять там свои игрушки, когда у вас как-то кто-то забирал, не могли отстоять, там, я не знаю, какое-то свое место, кто будет спать, например, на какой кровати, да, не могли отстоять свою точку зрения, там, я не знаю, в плане одежды, что вы хотите одевать и что на вас надевали. То есть одевали, что вот здесь об этом, об этом речь, вот этот вот навык, вот это вот убеждение, оно у вас осталось и перенеслось именно и уже во взрослую вашу зрелую жизнь, и вы поэтому как будто бы не можете в этом, ну, от этого будущего отказываетесь, потому что понимаете, что, не знаю, там надо этому что-то доказывать, другому что-то доказывать, как-то что-то делать. И вы от этого отказываетесь, почему вы боитесь, почему вы боитесь, ну, я не знаю, заявлять, да, вот заявлять о себе, брать то, что ваше по праву, ваше по праву. Да, потому что здесь вам необходимо поработать как раз-таки с вашим бессознательным, здесь нужно глубоко погрузиться в нетры вашего бессознательного, там есть какой-то страх, что за страх, что нам здесь показывает. А у вас есть как будто бы какой-то страх жизни, страх огня, страх проявиться, да, и его нужно излечить. Что это за страх? И вот аркан солнца и вышел на повторе, да, в другой уже колоде. Мне хочется сказать, какой-то страх жизни, что ли. Может быть, это идет из прошлых жизней, если вы знали о своих прошлых жизнях, кем вы были, ну, то есть, если есть информация, то здесь как будто бы такая, вот это вот качество, да, не высовывайся, не высовывайся, не проявляй себя, не показывай, не говори, молчи. Вот это вот как будто бы идет из прошлой жизни. Почему? Потому что здесь аркан солнца, поэтому я и говорю, у вас огромный потенциал. Вы как солнце должны, здесь король сосудов, это король огня, который говорит о том, что вы должны сиять, вы должны вести за собой, вы должны быть на передовой. И здесь вы как будто бы на этой передовой не можете быть, потому что есть какие-то травмы, что это как будто бы опасно, понимаете. Поэтому либо это из этой жизни идет, у вас есть какой-то такой опыт, что это опасно. Либо, возможно, по солнцу, что это может быть еще и из прошлых жизней, да, что вот сиять это опасно, когда вы себя проявляете. В чем опасность? Что здесь было? Тройка мечей, разбитое сердце. Здесь как будто бы, знаете, что-то произошло, и потом вас изгнали, если это из прошлой жизни идет, да. То есть вас лишили как будто бы всего и изгнали из того места, в котором вы находились. И вам приходилось долгое время как будто бы вот скитаться по миру, искать свое место. Да, и здесь была очень, ну, борьба, и это был какой-то кармический урок. И вот остатки отголоски этого урока, если это было в прошлой жизни, да, то вы перенесли еще и в этой жизни. Поэтому здесь говорится в погружении бессознательное. Это не значит, что нужно, там, я не знаю, вспомнить какое-то свое детство. Здесь, возможно, понадобится специалист, который поможет вам погрузиться, погрузиться очень глубоко в себя и вспомнить корень и причину. Но если даже мы не будем говорить о прошлом воплощении, а про это, то вот как раз вот эти вот отголоски того, что у меня заберут, здесь есть такой страх, у меня заберут и меня лишат того, что я имею сейчас, да, то есть не высовывайся. Четверка-педаклик всегда говорит, сохраняй то, что ты уже имеешь, да, потому что велика вероятность, что ты можешь утратить и это. То есть здесь, возможно, у вас есть страх того, что если я пойду в новое, да, то то, что я уже имею, то, что я уже на работу, да, я это утрачу. То есть вот страх потерять то, что для вас ценно и значимо. И это не имеется в виду здесь, мне кажется, больше речь идет как-то о людях. Здесь не о каких-то ценностях, там, я не знаю, финансов, хотя это может как-то быть и с домом связано, с недвижимостью. Ну, это как-то, знаете, напоминает период раскулачивания, либо период, где были вот эти вот во время Сталина репортации, или как они правильно, это слово называется, да, репортация, репортация, как-то что-то такое, не помню, как это слово называется. Когда людей высылали, да, то есть их прям семьями, забирали у них все их имущество и высылали там, я не знаю, в другую страну, в другой, ну, тогда в другой город, потому что это союз был, в другой город. Вот здесь, да, депортировали как-то, вот здесь что-то об этом идет речь, и поэтому вот какой-то бессознательный здесь страх, но это не какое-то что-то такое мелкое, что было в вашей жизни. Возможно, здесь как будто бы это записано, вот какая-то генетическая память. Причем, как она может вам передаваться, если вам, например, ваши родители, либо бабушка с дедушкой рассказывали, вот когда вам рассказывали о таких вещах, либо вы как-то узнавали, это как-то очень сильно в силу вашей эмоциональности как-то проникло в ваше бессознательное. То есть вот как-то очень глубоко вас это зацепило, вот эта вот программа, она вас сработает. Я не знаю, по какой причине она зацепила, почему именно эта программа, но вот здесь может быть, что либо вы проживали, либо, знаете, как в детстве иногда читают сказки, и чувствительная психика ребенка начинает пугаться в каких-то моментах. И вот что-то запечатляется так ярко в памяти, что уже во взрослой жизни у ребенка все равно, хоть она понимает, что это обман, но все равно как-то придерживается какого-то, не знаю, страха. То есть он живет в нем. Я не знаю причину, как наш мозг выбирает, но что-то очень ярко якорится. И вот здесь идет речь об этом. Поэтому неуверенными вы себя чувствуете только в тех моментах, когда речь идет о чем-то новом, когда нужно выйти по умеренности из своей приятной, комфортной зоны. И еще раз скажу, вас не страшат трудности, да, а вас страшит то, что вы вот в этом новом утратите что-то свое старое. Например, вы привыкли жить там, я не знаю, с семьей, вам предлагают новую работу, и вы понимаете, что новая работа, она будет, например, в другом городе, да, на более лучших условиях. И вам надо будет переехать. Вам сложно будет решиться на этот переезд, потому что вот утратить, например, свою семью, то, что для вас дорого и ценно, хотя, в принципе, вы ее не утрачиваете, да, просто не будете видеть так, как видели раньше, да, не будете жить, например, вместе, да. То есть ситуация изменится немножко. Вот вас это будет настолько пугать, что вы готовы будете отказаться от хорошей работы с финансовым достатком, да, либо там, я не знаю, надо переехать, ну, встретили, например, молодого человека, да, хотите создать с ним семью, и он вам предлагает переехать там в другой город, например, да, а вы живете там, ну, не знаю, со своими родителями. И здесь вопрос не в плане выбора, да, что выбрать молодого человека, ну, то есть мужчину, пару себе, либо родителей, а вопрос в том, что я утрачу то, что для меня дорого. И вот это вот дорого у каждого может быть свое, да, у кого-то это может быть, я не знаю, личная жизнь, да, когда вы привыкли вот к этой вот холостяцкой жизни, и вам что-то новое предлагают. Вы понимаете, что, да, это заманчиво, у вас там, не знаю, создать семью с каким-то человеком, да, найти любимого человека, это настолько заманчиво, но вот то, что я буду утрачивать свою какой-то привычный образ жизни холостяцкой, да, здесь я очень сильно задумываюсь, да, и причем, казалось бы, ну, если ты стремишься, да, к отношению, то это реализация, да, твоих мечт, почему? Но здесь вот всплывает вот этот вот вопрос, то, что у каждого по четверке пендакли, то, за что он цепляется, то, что ему дорого отказаться от этого во имя чего-то лучшего, да, я не говорю про худшее, я говорю про лучшее, это будет прям огромный, ну, огромный такой выбор, шаг в жизни, и здесь нужно набраться храбрости и смелости, чтобы сделать этот шаг, потому что вот бессознательно оно не будет, вот эти вот страхи, они не будут вам спускать так легко, вот, сделать этот шаг в новое. Ну, то есть ситуации могут быть разные, да, я вам описала примерно модель работы, как это работает, вот, еще раз скажу, если верите в прошлой жизни, здесь идет такой кармический урок, этот человек мог утратить абсолютно все, причем, особенно если в прошлой жизни был, например, мужчиной, и был человеком, не знаю, каким-то идеалистом, ну, я не знаю, может быть, там, за религию, может быть, за какие-то знания, да, когда человека изгоняли, и вот когда надо было, там, я не знаю, предать то, во что вы верили, вот эти вот знания, какую-то веру, и человек отказывался это делать, да, потому что по его моральным нормам это не соответствовало с тем, что, на что он был готов, то здесь, возможно, как в отместку, да, у этого человека могли забрать или бы вырезать его семью, там, жену с детьми, и, там, жечь, например, дом, все вместе, и вот человек оставался один, то есть он в одной части утратил все самое дорогое для него, там, не знаю, семью, дом, там, родину, вот понимаете, здесь вот какая-то такая вот глубокая, очень глубокая травма, и ее нужно исцелить, и здесь самостоятельно, я не знаю, как, получится ли у вас работать или нет, поэтому я сказала со специалистом, потому что сначала надо вытащить эту травму, потом ее увидеть, немножко в ней разобраться, а потом понять, что, как это можно изменить, как с этим можно жить, вот здесь речь идет об этом. Вообще, сейчас немножко так отклонюсь и скажу, что люди, которые занимались магией, да, почему они, в принципе, стараются не иметь семью, не потому что им запрещено, это, в принципе, миф, а просто потому что семья – это самое дорогое, и маг становится уязвимым. Поэтому особенно, да, например, если мы берем политиков, да, в любой, в любой части, да, если вы посмотрите, даже в воровском мире, где присутствовали там авторитеты, да, воры в законах, в законе, в принципе, в кавычках не разрешалось иметь семью, потому что это было самое уязвимое место, куда можно было бить для того, чтобы склонить человека к тому или иному решению. И это, в принципе, забирало очень много дополнительных еще каких-то сил, то есть, ну, как-то забирало внимание человека то, на что он должен был фокусироваться, если мы говорим там о каком-то призвании, там, например, алхимики, да, либо маги, то есть они должны были много времени посвящать тому делу, чем они занимались, но когда присутствовала семья, надо было на нее тоже делить свое внимание. И это тоже являлось одной из причин, почему осознанно не заводили. Это может быть и в политике, это может быть в военных структурах, где там, я не знаю, там слежка, да, такие вот органы секретные какие-то, да, то есть стараются как можно меньше вокруг себя иметь уязвимых таких мест. И вот здесь вот в данном случае, да, по первой позиции уязвимость была именно в чем-то очень дорогом, и это имело отношение к семье. Это имело отношение к семье, потому что там выпадало десятка педаклей. Я могу предположить, то есть как вы можете это понять, но если живут ваши бабушки, дедушки, поспрашивай, да, то есть это может быть достаточно далеко идти, то есть это могут быть не только бабушка, дедушка, а еще дальше туда, там их родители, либо их бабушка, дедушка. То есть вот какая-то вот генетическая память, да, об утрате, она присутствует. Либо словесно передавалось вот эти вот знания о том, что, не знаю, ты можешь в любой момент утратить то, что ты наживал там, например, всю жизнь. Здесь что-то такое. Ладно, позиция номер два. Двойки, смотрим вас, да, откуда ваша неуверенность? Я не буду смотреть в каких моментах, потому что двойки у меня в принципе сами по себе люди уязвимы. И не буду говорить, что вы неуверены, я буду говорить о том, что вы достаточно уязвимы. Ладно, поэтому откуда, откуда ваша неуверенность? Четверка мечей. Здесь как будто вы знаете ощущение того, что человек находится между явью, да, и сном. И вот во сне, когда он чувствует свои силы, да, на реализацию что-то, то есть вы можете здесь заниматься осознанными сновидениями, да, и отсюда вот присутствовать. То есть вот это чувство, что во сне мне все дозволено, и я всемогущий, и я могу это делать. А вот в явье такого чувства нету. То есть есть некие такие ограничения. И поэтому неуверенность может быть связана с тем, что человек говорит о том, что у меня не получится, да, то есть вы как будто бы не верите в реализацию своих каких-то действий. Здесь с этим может быть связана неуверенность. А здесь человек как будто бы осознанно старается не видеть, не видеть, не замечать какие-то вещи. Здесь привязанность тоже может возникать, но не привязанность к людям. Здесь привязанность идет к каким-то вещам. Это могут быть привязанность к каким-то амулетам. То есть вещам, которые имеют силу, силу памяти, силу воспоминания. Могут быть какие-то обереги, амулеты. То есть что-то такое дорогое вам не в плане ценности на рынке, а в плане ценности для вас. Не знаю, может быть какие-то броши, что-то такое. Здесь человек привязывается к этому. Почему-то так мне это показали. Здесь вот вам что-то дарят, что ли. Может быть как семейные реликвии какие-то переходят. Там я не знаю. Может быть альбомы с фотографиями. Может быть какие-то дневники и записи. И вот это почему-то для вас очень дорого. А какое это отношение имеет к неуверенности, я не могу понять. То есть что мне здесь показывают. Может быть здесь есть пятерка мечей, говорит о каком-то, знаете, гнетущем состоянии. Здесь как будто бы вы себя сравниваете с кем-то из вашей семьи. Здесь не чужие люди, нет. Причем это ваша семья, это могут быть, там я не знаю, в вашей семье есть какой-то герой, да, в кавычках, на которого вот все равняются. Там, например, вот дедушка был, у него там были, например, там 10 детей. Он молодец, он там поднял всю семью, все там воспитанные, все образованные. Вот здесь что-то такое. И вы как будто бы когда равняетесь на этот авторитет, причем вы это делаете не специально, а вот как-то с детства вас приучили, вас все время равняли на кого-то. И вот по сравнению с этим человеком, вы как будто бы смотрите на него, и вы понимаете, что я не, ну как-то не дотягиваю, я не такой. Ой, я отличаюсь от этого человека. И у вас появляется вот эта вот какая-то боль. Особенно это касается какого-то дела. Вот там, я не знаю, может быть, вас сравнивают и говорили, что вот посмотри, там твой дядя, он там заслуженный герой, либо он там главный известный хирург в городе, там на районе, там не знаю, кто-нибудь такой уважаемый аксакал. И он там в своем деле преуспел. Там знал, например, много языков, я не знаю, может быть, был известным там хирургом, известным каким-то человеком в своем ремесле. А ваше ремесло, оно как будто бы очень сильно разнится и не входит в какие-то рамки того, на что вас как будто бы готовили, что ли. И от этого вы чувствуете никчемное. Может быть, например, говорили, что вот этот человек там знает пять языков, да, у вас в семье, а ты один не можешь выучить. Либо там, и в этом ты безграмотный. Вот что-то такое. И вот эти вот сравнения, вот эти сравнения, они вызывают у вас неуверенность. Я поняла теперь, почему мне показывают это. И вы как будто бы не хотите смотреть на успешных людей, поэтому четверка мечей, ну, то есть теперь мне стало все понятно. Четверка мечей здесь как раз-таки говорит о том, что во сне я могу чувствовать себя героем, магом, волшебником. Я все могу. А в реальной жизни, в я-ве-я, вы меня это не получаете. Поскольку не получается, я стараюсь не смотреть на это, да, закрывать на это глаза. То есть здесь могу предположить, что ваша неуверенность, она связана с сравнением. Что вам с этим делать? Вот мне хочется спросить, что вам с этим делать? Туз монет. Рыцарь кубков. Во-первых, вам нужно принять, что вы такой достаточно творческий человек, да, хоть здесь выпадает туз монет, но вот в этой колоде здесь изображен человек, который сидит с кистями в руках. И у него на голове такая оригинальная шляпа, из которой выходит, ну, то есть очень напоминает друшлаг, из дыры которого выходят цветы. То есть вы человек, который может генерировать идеи. И здесь, возможно, вот эта вот ваша неуверенность, да, вот это ваше сравнение, вы это можете использовать как, я не знаю, как творческое, какой-то источник. В плане того, я не знаю, писать какие-то истории, писать, там, я не знаю, стихи, книги. Вот что-то такое, где главными героями будут вы и те люди, с которыми вы себя сравниваете, да. И вот там вот вы можете, вот через как-то через фантазию, вы можете вот эту вот свою несостоятельность, да, при сравнении, вы ее можете выражать очень ярко. То есть, ну, создавать себе как будто бы каких-то героев, где человек с такими качествами, как у вас, да, который, например, там чувствовал, что вот он не может один язык выучить, да, либо он какой-то безграмотный, и наделять его какими-то другими качествами, другими скиллами, где все потом им восхищаются, то есть вот как восторжествовала справедливость. Причем это может быть в картинах, вы это можете рисовать, то есть вот брать какую-то слабую часть себя и оживлять, одухотворять ее, да, и вот повернуть в свою сторону как-то вот эти вот слабые свои качества. То есть там, где вы были никчемным, вдруг в своем творчестве создавать себя как неким таким героем. Я не знаю, может быть, писать сказки, может быть, там, я не знаю, писать книги фэнтези, где, там, я не знаю, человек, с которым вас сравнивали, он оказался, там, каким-нибудь драконом. Вот, а вы, я не знаю, из какой-нибудь попаданки превратились, там, в главную героиню и стали императрицей. Ну, вот что-то в таком роде. То есть через свое творчество вы как будто бы можете компенсировать, да, вот, недостаток. Вот, то, что вы считаете недостатком, сделать это достоинство. Рыцарь Кубка в данной колоде, да, он говорит, а здесь изображен, не помню, как зовут этого человека, но он был такой сам по себе многогранный, то есть он был и художником, и режиссером, и фотографом. С одной стороны, человек высказывал свою позицию за жизнь, за радость, он был таким, ну, неординарной личностью. С другой стороны, у человека были суицидальные наклонности, да, и было несколько попыток, то есть какое-то такое, знаете, противоречивая некая такая дуальность, да, с одной стороны, я обожаю свою жизнь, а с другой стороны, я хочу покончить с ней. То есть вот здесь вот эту вот дуальность, да, вашу нужно направлять как-то в творчество, то есть проявлять ее в творчестве. Я не знаю, помимо, не знаю, насколько это можно сделать, там, я не знаю, какую-нибудь пьесу написать, да, либо оперу, что-то такое музыкальное, но это однозначно должно быть что-то такое творческое. Может быть, игру какую-нибудь придумать, вот что-то это нужно сделать с творчеством. Ну, проще всего это, конечно же, рисование и писательство. Ну, то есть выражать через, на бумаге. Почему я сказала игру? Игру, как человек преодолевает, я не знаю, свои какие-то вот эти вот теневые аспекты, неуверенности, да, то, с чем он сравнивал, чувствовал себя несовершенным по отношению к идеалу придуманному. Вот это может быть в игре как некие такие препятствия, которые главный герой должен преодолеть и в дальнейшем, я не знаю, стать целостным. Здесь такие моменты. То есть творчество это надо пустить, и это будет очень хорошо даже развиваться. Да, выпал аркан справедливости. И каждый по справедливости как будто бы получит то, чего он заслуживал. Вообще, на самом деле, данная позиция здесь говорит о том, что, в этом-то и заключается ваш урок, в том, что, что вот этот человек, с кем вы себя сравниваете, либо вас сравнивали, да, по сути, он был для вас учителем, который высвечивал те уязвимые ваши места, с которыми нужно было проработать, то есть для того, чтобы изменить себя. То есть вот вся задумка, она в этом-то была. Если вот вы действительно начинаете через творчество менять себя, да, потому что через написание героев, да, таких, которые преодолевают что-то в себе, вы как раз-таки получается так, что прорабатываете именно в себе эти качества. Либо, я не знаю, работаете, если так можно, это, если это услуги, то работать как раз-таки с людьми, у которых есть аналогичная какая-то травма, либо программа, и прорабатывая через клиентов, вы так или иначе прорабатываете это в себе. То есть вот задумка здесь была такая. Но вопрос проблемы неуверенности, он связан с сравнением. Причем неоднократно, да, говорила по второй позиции, то есть ее выбирают люди, которым сложно что-то выбрать. То есть вопрос выбора вам дается трудно. И вот здесь вот как раз-таки пересекается, да, выбор со сравнением. Такая была у меня вторая позиция. Смотрим позиция номер три, зелененький камешек. Троечки. Когда вы бываете неуверенными, у вас я спрошу так же, как и в первой позиции, когда вы бываете неуверенными, в каких моментах? Шестерка монет. Здесь, знаете, такое ощущение, вы бываете неуверенными, когда от вас зависит какой-то выбор. Выбор, который имеет отношение к другим людям. Это, знаете, как император, да, кого казнить, а кого помиловать. Вот когда вы сталкиваетесь с такой ситуацией, вы чувствуете себя недостаточно, наоборот, неуверенным, да. Потому что хочется, знаете, как-то жить, как в празднике, легко. Что у вас было в период четырех лет? Четверка жезлов, да, она показывает какой-то праздник, какой-то день рождения. Вы чувствуете себя, почему этот выбор? Я поняла. Потому что для вас важна справедливость. Вы хотите быть справедливыми. Потому что, скорее всего, на день рождения, когда вам было четыре года, что-то такое произошло, где зародилось вот это вот чувство несправедливости внутри вас. Могу предположить, что по отношению к вам несправедливо поступили. И вот тогда как будто бы вы для себя решили, что нет, я буду справедливым. И вот это вот чувство справедливости, оно у вас как будто бы как некая такая кара, что ли. То есть она немножко нездоровая. Не в плане того, что вот человек выбирает путь и хочет быть справедливым. Безусловно, вы хотите быть. Но здесь, поскольку вы делаете это для вас, и веет вес, и важность, и значимость, вы на этом делаете акцент. Вы заостряете на этом свое внимание. И поэтому в вашем окружении очень много людей несправедливых. Не только по отношению к вам. Вообще. То есть вы встречаетесь очень часто с несправедливостью. И чем больше вы встречаетесь, тем больше вот этот вот огонь, кара некой, да, наказание внутри вас, он пробуждается. И он все время вас драконит в том, что вот надо как-то выровнять вот эту справедливость. Почему-то вы берете это на себя, эту обязанность на себя, что вот я должен, должна как-то вот выстроить эту справедливость, ну, наладить эту справедливость, настроить, не знаю, как правильно глагол использовать. А здесь об этом. Но при этом внутри себя где-то, вот если посмотреть, как в этой ситуации поступить, не знаю, например, к вам приходят за советом по справедливости. Может быть, какой-нибудь друг приходит и говорит, вот смотри, со мной так несправедливо поступили, да. Либо, я не знаю, друг приходит и говорит, мне надо решить на работе, то есть профессиональные какие-то дела, вот, и я не знаю, как поступить по справедливости. И так плохо, и так не очень хорошо. Почему-то к вам приходят за советом. И вы, безусловно, даете совет, но внутри себя понимаете, что как-то вот, знаете, вот даже если человек поступит так, как вы сказали, все равно то, что его ожидает в негативном ключе, это будет справедливо. То есть внутри вас есть это чувство, да, справедливости, особенно в негативных моментах. Например, там, я не знаю, если кто-то что-то потерял, да, в финансах, вы понимаете, что это не случайно. То есть у вас промелькают такие мысли внутри вас, да, либо такое чувство, что, возможно, этот человек что-то взял у кого-то когда-то несправедливое. И сейчас справедливость вернулась ему бумеранга в контексте того, что он что-то потерял. То есть где-то глубоко внутри вас проходят такие мысли, но в любом случае вы все равно будете говорить о том, что, ну да, у тебя украли, это неправильно, потому что никто не может брать твои вещи, да, и вот вы здесь тоже такой момент есть, вы будете чувствовать, как будто вы, знаете, говорите одно, а чувствуете другое. То есть вот не потому, что хотите обмануть, а потому что вот есть какая-то такая разница, да, внутри вас. То есть есть какая-то вселенская справедливость, и вы ее чувствуете, и вы ее понимаете как-то интуитивно. А есть какая-то человеческая земная справедливость, и вы понимаете, что по земным меркам, что вот так надо поступить. Но где-то на уровне бессознательного, на задворках вашего мышления, вы понимаете, что в контексте вселенской справедливости и законов с человеком правильно поступили. Но по-человечески это не так. И вот эта двойственность, она у вас присутствует. А в контексте того, что мы спрашиваем, откуда ваша неуверенность, я уже объяснила, но она у вас как раз появляется тогда, когда к вам приходит, знаете, как к суде, когда надо что-то выбрать. Когда надо что-то выбрать. А чему вас учат, мне хочется спросить. Вот через эту справедливость вас же чему-то учит. Чему вас учат, что от вас хотят? Чтобы вы какой урок прошли? Урок силы. Вот смотрите, в этой колоде, да, здесь в аркане силы изображен Геракл, который открывает пасть льву. Не как в классике, а именно открывает, то есть здесь идет борьба с немейским львом. И вот здесь речь идет как раз таки о том, что урок, он заключается в справедливости, в плане того, что вы выбираете. То есть вы выбираете, как будто бы земную справедливость. То есть здесь надо понять, что есть на самом деле, вот для себя, что есть на самом деле справедливость. Потому что здесь мне четко показали две справедливости. Вселенскую и земную. И одна другой отличается. Не всегда кардинально, но отличается. И вот здесь вот как будто бы есть такое понимание, что, а что выберешь ты, да, то есть чему, чему ты научишься, по каким законам ты будешь жить, по вселенским, либо по-человеческим. В чем разница, да, кто-то может спросить, в чем разница. Разница в том, что если мы говорим про человеческие законы, мы рассматриваем в контексте одного воплощения. Если мы смотрим в контексте вселенской, вселенских законов, то мы смотрим в момент всего существования души в разных воплощениях. То есть если, допустим, в одном воплощении человек был мерзким, жестоким, и всех наказывал, то ему же тоже должно прийти вот это вот понимание. То есть это не наказание, а понимание в том, что он наступился, и он должен вырасти. И если ему одного воплощения не хватает, то в следующем воплощении велика вероятность, что человек должен будет понять этот урок. Каким образом? Он должен прожить то же самое, то, что он совершал в прошлом воплощении. Но мы этого не видим. И поэтому в контексте вот человеческого воплощения, нам кажется, какой бедный несчастный человек. Вот все вот прям беды земные свалились на него. Но в контексте вселенской справедливости мы же не знаем, кем он был в прошлом воплощении. Что он сейчас пожинает свои собственные плоды. Вот здесь вот у вас возникает такой вопрос, а как быть? А как быть? Как относиться? То есть что делать? Какая моя реакция должна быть? Вот это ваш урок. Здесь про это показывает. И отсюда у вас вот эта вот неуверенность, когда надо выбрать, да, кого поощрять, а кого наказывать. Потому что, по сути, как будто бы, ну, они равны. Они равны. Здесь такие моменты выпадают. Урок с этим связан. Да. Если вы пройдете этот урок, поймете для себя, он поможет вам вырасти, он поможет вам двинуться вперед. Потому что, как будто бы вот из-за того, что вы для себя не нашли ответ на этот вопрос, да, то есть как быть с справедливостью. Здесь как будто бы нету дальнейшего движения. Вы ходите вокруг да около. То есть в вашем развитии, ну, если вы не понимаете, что есть справедливость, как вам поступать, да, что вам выбрать, да, там, мораль, либо инстинкты. Потому что инстинкты, они тоже необходимы, да, то есть как быть, найти баланс, соединить, отделить, разделить. Вот пока вы этого не определитесь, вам сложно будет двигаться вперед, да, здесь тройка жезлов, про развитие идет речь. Причем очень быстро по рыцарю жезлов вы сможете двинуться. У вас появятся какие-то новые идеи. Причем эти идеи вы будете черпать из вашего бессознательного. У вас откроется как будто бы, знаете, какие-то, не знаю, может быть, способности. Может быть, способности. И это придет вас к изобилию и на дне император. Здесь такое чувство, что вот, как ни странно, да, кажется вроде бы простым уроком, да, ну, чисто такое философское понятие справедливости. но оказывается на нем завязано очень много процессов в вашей жизни. Как поступать? Потому что здесь как будто бы нормы и морали выходят с одной стороны, а с другой стороны какое-то вот именно человеческое тире животное проявление, да, на инстинктах. И оно во многом вам как будто бы мешает, потому что вот нету какой-то стратегии выстроенные для себя, нету какого-то направления, и вы не понимаете в сложных каких-то ситуациях, там, например, надо куда-то переехать, да, и вот вы не знаете, что выбрать. Почему? Потому что за этим, да, тоже скрывается вот эта вот суть справедливости, да, справедливость по отношению к кому. Потому что если, там, я не знаю, есть то, что я говорила в самом начале, либо в первой позиции тоже, то есть, если, например, я живу с семьей, да, и мне нужно выбрать переезд, то на одну чашу встает семья, а на другой я. Что справедливее, да, где я, я выбираю себя, либо я выбираю семью, потому что это все-таки мои родители, да, которые дали мне жизнь. Вот как-нибудь. Там, в первой позиции был немножко другой смысл, да, там, по-другому. Тот же пример, но другая цель. А вот здесь вот, а что выбрать, да, а как справедливо выбрать себя, либо там, я не знаю, выбрать своего ребенка, да, то есть, дать ему, например, в подростковом возрасте, да, дать ему свободу. А что будет справедливо? Как будет справедливо, опять же таки, по отношению к кому? По отношению к ребенку я должна поступать так, а по отношению к себе я буду поступать по-другому. И вот здесь вот это вот дихотомия, все время вот это вот раздвоение, оно у вас присутствует, оно вам мешает, потому что вы не задумывались, не задумывались в таком ключе о справедливости, то есть, по каким законам я буду жить, почему, и почему для меня это важно, почему я, потому что, понимаете, меняется все мировоззрение, от того, что вы выберете, меняется все ваше мировоззрение и как следствие меняется ваша жизнь. То есть, если вы выбираете вселенскую справедливость, если такое можно назвать, ладно, сейчас не буду говорить, потому что в аркане справедливости в классике это заложено в мифологии. я просто не вспомнила, и речь здесь идет о том, что если вы выбираете вселенскую справедливость, что в принципе всем все по заслугам, то есть просто так с человеком ничего не бывает, если бывает, то в этом есть какой-то смысл, и как следствие это будет влиять и на вас, то есть как на ваше поведение, как вам поступать по отношению к человеку. А есть чисто человеческое, ну, например, если вы проходите и видите человека нуждающегося, то по справедливости, опять-таки, если мы говорим по вселенским законам, то человек проходит свой какой-то урок, если он опустился на дно, в этом есть его ответственность, возможно, его обучают как раз-таки взять ответственность за свою жизнь. Может быть, он что-то сделал в своей жизни не так, ему сейчас дается такой шанс, чтобы опуститься на дно и подняться и что-то осознать. И в таком контексте, возможно, ваша помощь, она будет неуместна, потому что вы мешаете в развитии души этого человека. Но с точки зрения человечности, как можно пройти мимо человека, который действительно нуждается. я не говорю о том, что о тех бомжах, которые делают бизнес на этом, а я говорю действительно о людях, которым нужна помощь. И вопрос возникает в том, чем ты помогаешь, каким образом ты помогаешь, как ты включаешься в жизнь этого человека. И это будет уже другая справедливость. То есть мы видим, если в первом случае вы, возможно, пройдете мимо такого человека и, ну, не знаю, просто пожелаете ему добра, может быть, как-то косвенно посодействуете, не напрямую, может быть, энергетически пошлете ему свой свет, свою любовь, то есть энергию. То, что тоже очень важно на самом деле, потому что вы даете частичку себя. А с другой стороны, если вы не пройдете мимо, а включитесь в этого человека, да, то здесь уже включаются и другие законы, и вы начинаете разделять в некоторой степени судьбу этого человека. Возможно, берете какие-то кармические его уроки, задачи на себя, потому что не должны были вы так поступать. То есть мы никогда не знаем, как правильно и как неправильно, что написано, что прописано. И вот здесь вот в этом контексте, да, на этом примере видно, в зависимости от того, как вы поступите, на основе того, что вы выберете, да, ваша жизнь и меняется, потому что меняется ваше мировоззрение. Немножко это было философски, но задача была заставить вас замотивировать, так скажем, да, на то, чтобы вы немножко подумали, потому что у меня такое ощущение, что вот если вы действительно это сделаете, да, и немножко разберетесь, то вы поймете, почему в каких-то моментах вы поступаете так, а в каких-то моментах вы поступали по-другому, потому что здесь, здесь, понимаете, здесь не только чувство справедливости, а здесь последствия этой справедливости чаще всего это включало вас в вину, понимаете. То есть, возможно, когда вы, вам казалось, что вы поступаете несправедливо по отношению к кому-то, тем более, если это близкий человек, у вас потом включалось чувство вины, возможно, вами манипулировали на этой основе, да, на это чувство вины, и вам казалось, что, блин, и несправедливо, и чувство вины, и манипулирует, и вообще, я истощен энергетически, что-то идет не так, то есть, здесь еще и другие процессы идут, то есть, это не просто слова, да, подумайте о справедливости, да, пофилософствовать, а дело в том, что вот здесь есть какие-то вещи, которые, возможно, вы не видите, не обращали на это внимание, поэтому я говорю, подумайте, да, здесь связи могут быть завязаны на справедливости разные, потому что вы все разные, у вас сценарии разные, вот, и на разные сферы это может повлиять, но подумать и выбрать для себя, либо хотя бы осознать, да, на основе, чего я делаю тот или иной выбор, это тоже будет на пользу, ну, с моей точки зрения. Вот такой был у меня сегодня для вас расклад в таких расслабленных, мягких энергиях, перед тем, как я его хотела записать, я думала, наверное, у меня не получится, потому что какое-то у меня было сегодня странное настроение, но по окончанию расклада я вот чувствую такое расслабленность, расслабленность, легкость, что вот там хорошо пошло, хорошо пошло, и кто-то действительно задумается и возможно, возможно, как-то вот на перспективу, да, что-то изменится в жизни некоторых из вас. А я с вами прощаюсь до следующего расклада, напоминаю, что пятницу выходят анонсы на Блиц-консультации, переходите в раздел сообщества, ссылка есть в описании под этим роликом и жду вас на Блиц-консультациях. А я с вами прощаюсь, всем пока-пока.